Как часто вы слышали фразу «Будете плохо учиться, пойдете торговать на рынке». Не знаю, говорят ли так Китай, но сегодняшнее видео будет об одном китайском мальчике, который своим примером смог доказать, что этот путь может стать историей успеха. Джек Ма с трудом сдавал школьные и студенческие экзамены, проваливал почти все собеседования и даже не смог устроиться на работу в KFC. Но в итоге создал компанию Alibaba Group, которая включает в себя крупнейшую онлайн-торговую площадку и стал одним из богатейших людей мира. Его история доказывает, что после любой неудачи нужно продолжать пробовать, ведь это еще не конец. Но эта история не является хэппи-эндом, потому что конец у нее совсем неоднозначный. МИ Юнь, позже известный как Джек Ма, родился в 1964 году в городе Ганчжоу. Это были времена культурной революции и экономического кризиса в Китае. Сельское хозяйство находилось в полном упадке. Недавно закончился период великого китайского голода, который унес жизни 15 миллионов человек. И его последствия все еще остро ощущались среди населения. После смерти Мао Цзуна в 1976 году коммунистическая партия Китая решила модернизировать экономику и перейти на рыночную систему отношений. Была проведена серия реформ, которые позже назовут китайским экономическим чудом. Страна стала открыта для внешней торговли и туризма. Джек Росс вовсе не в богатой семье. Он плохо учился, и изначально казалось, что у парня вовсе нет шансов. Однако, несмотря на плохие оценки, мальчик отличался смышленностью и неординарным подходом к абсолютно разным делам. Когда Китай открыл дверь для других стран, он решил, что во что бы то ни стало, нужно овладеть английским языком. Для достижения этой цели китайский мальчик выбрал очень необычный, но при этом невероятно действенный метод. Каждое утро в течение целых восьми лет он брал свой велосипед, ехал за сорок минут от дома в отель, где жили иностранцы, для того, чтобы поговорить с ними на их родном языке. Кроме того, Джек Ма слушал радио на английском, да и в целом делал все возможное для того, чтобы как можно скорее выучить английский язык. Благодаря усердным занятиям английским языком, Джек Ма совсем скоро начал проводить бесплатные экскурсии для иностранцев на их языке. И однажды один из туристов случайно назвал его Джеком. Это имя закрепится за ним на всю оставшуюся жизнь. Общение с иностранцами помогло молодому человеку расширить его кругозор, а также получить более глубокое познание мира. Когда Джеку было всего 15, он познакомился с семьей из Австралии, которая приезжала в Китай. После их отъезда они продолжили свое общение по переписке, а в 1985 году семья из Австралии пригласила его в гости. И это путешествие в Австралию стало для него огромным открытием. По словам предпринимателя, его учили, что Китай — это богатейшая и крупнейшая страна мира. Оказавшись за границей, он понял, что все совсем не так, как он себе представлял, и это навсегда изменит его видение мира. Но с учебы у будущего предпринимателя дела не клеились вовсе. Я дважды завалил основной тест в начальной школе. Трижды не справился с экзаменом в средней, два раза не преодолел вступительные испытания в колледже. Позже делился воспоминаниями Джек. При поступлении в университет Джек Ма завалил экзамен в дребезге. Сдав экзамен всего на один балл из 120. При том, что, по словам Джека, это заведение считалось чуть ли не худшим во всем городе. Однако юноша не сдавался, продолжал делать попытки. И только с третьего раза ему удалось поступить в этот университет на учителя английского языка. В 1988 году Джек окончил университет. И стал работать в нем по специальности, получая около 12 долларов в месяц. Преподавать ему нравилось, и он очень быстро стал одним из лучших сотрудников в УЗЕ. Однако амбиции молодого человека не позволяли довольствоваться ему этой ролью. За 7 лет до выпуска Джека из университета в Китае был разрешен частный бизнес, и экономика Китая рванула вверх. И это наблюдение за развитием в стране предпринимательства зародили в Джеке идею создания своей частной компании. Если ты тоже задумываешься об открытии своего первого дела, то у нас есть для тебя бесплатный интенсив, потому как прямо сейчас начать продавать на Озон. Этот интенсив поможет как действующим селерам, так и если ты еще не знаешь, чем хочешь заниматься и просто хочешь попробовать. Все, что тебе нужно сделать, просто перейти по ссылке в описании на сайт, зарегистрироваться на обучение и пройти его в ближайшие дни. Все ссылки будут в описании. Давай переходить дальше к видео. После окончания учебы он женился, и зарплаты на содержание семьи уже и вовсе не хватало. Поэтому в 92-м году Джек решает найти работу получше. Но и тут его стремление изначально не находит никакого успеха. Джеку отказали более чем в 30 компаниях. А когда он попытался устроиться в KFC, из 24 претендентов взяли 23 всех, кроме него. В то время мало кто мог представить, что типичный неудачник уже через несколько лет станет одним из самых богатых людей в стране. Не сумев найти другую работу, Ма решил сфокусироваться на своей сильной стороне, английском языке, и открыл бюро переводов. Ведение бизнеса очень увлекало Джека, и несмотря на то, что его доход в те времена был совсем небольшим, он решил отказаться от карьеры учителя и полностью уйти в частное предпринимательство. В 1995 году Ма отправляется в качестве переводчика с делегацией из Китая в США, где впервые узнает о существовании интернета. Также он в удивление для себя открыл то, что во всем интернете нет никакой информации о частных предприятиях из Китая. По популярной версии, Джек вбил в поиски слово «пиво» и был очень удивлен, что не нашел там ни одной китайской марки во всем поиске. Мы не знаем, был ли это Google или что-то еще, но такая история существует. Ма загорелся идеей создать свой интернет-проект, который даст возможность Китаю и всему миру торговать совместно друг с другом. Но как это сделать, если опыта программирования у тебя вовсе нет? Вернувшись на родину, Ма занял по тем меркам огромные деньги — 2000 долларов — и нанял нескольких программистов. И создал свой первый сайт — China Pages. Это был аналог справочников, как мы все видели в 90-х номерных, в которых были представлены китайские компании. Компания стала одним из первооткрывателей в направлении e-commerce в Китае, однако до сих пор не ясно, была ли она успешной, так как оценки экспертов по поводу China Pages все еще расходятся. По одним данным, выручка компании достигла в отметку 800 тысяч долларов. Джек Ма смог вернуть свой долг, и его проект был весьма успешным для того времени. По другим оценкам, компания развалилась немедленно и не показывала особых результатов, поэтому ее нельзя в полной мере назвать успехом. Но однако, что можно сказать вполне себе уверенно, что Джек Ма даже в те годы мыслил в абсолютно верном направлении. Например, в том же году Илон Маск открыл свою первую компанию — Zip2. Это что-то типа нашего 2GIS на текущий момент. И по факту это было похоже на то, что делал Джек Ма. А Джек Безос в те времена запустил свой Амазон, про который мы уже, кстати, рассказывали в другом выпуске, поэтому обязательно посмотри его по подсказке на экране. А если хочешь увидеть таких историй еще больше, то обязательно подпишись на этот канал и поставь лайк. А также не забудь подписаться на мой Телеграм-канал. Он будет по ссылке в описании и по подсказке на экране. Сегодня Китай является страной с наибольшим количеством пользователей интернета. Однако в то время, когда Джек основал свою компанию, на его родине работало всего 290 тысяч компьютеров, подключенных к интернету. А число юзеров составляло 620 тысяч человек. Поэтому китайские предприятия не сразу заинтересовались возможностями быть представленными в интернете. И чтобы популяризировать эту идею, Джек Ма начал распространять цитату Билла Гейтса о том, что интернет совсем скоро изменит все сферы нашей жизни. В то время Гейтс уже имел хорошую репутацию, поэтому прием Джека сработал. Но есть одно но. Эта цитата была выдуманная. Конкурент компании Джека стала China Telecom. Государственное предприятие, монополист в сфере телекоммуникаций. Несмотря на то, что соперник был сильнее, Джеку Ма удалось ему противостоять. Поэтому через какое-то время руководство компании China Telecom решило провести переговоры и предложило Джеку создать их совместную компанию. В качестве вклада в дело было вложено 185 тысяч долларов. Однако компания China Telecom получила 5 мест в совете директоров, в то время как Джеку оставались всего 2. В итоге Джек был вынужден покинуть компанию и искать новые возможности для развития. Также можно найти информацию о том, что власти просто оказали давление на Джека, и ему пришлось взять эти инвестиции, из-за чего после он потерял компанию. После ухода из China Pages Джек устроился на государственную службу и в 1997 году познакомился с основателем Yahoo – Джерри Янгом. Джек, нанятый государством в качестве гида, провел Янгу экскурсию по великой китайской стене. Они поладили и обсудили развитие интернета. В общем, эта встреча сыграет важную роль в истории обеих компаний. Казалось, все подталкивало Джека к тому, чтобы создать свою новую интернет-компанию. Он знал, что товары в Китае производятся гораздо дешевле, чем аналоги из других стран, и задумался о создании интернет-площадки для мелких и средних торговцев. Проект обещал стать выгодным, но однако были нужны инвестиции. Разработав свой бизнес-план, Джек Ма отправляется в Кремниевую долину за поиском инвестиций. Это было время бума доткомов, и несмотря на то, что в те времена инвесторы активно вкладывались в интернет-компании, китайскому предпринимателю доверяли не очень, и поэтому его поездка не увенчалась успехом. Однако очередная неудача не сломила Джека, и он решил найти деньги другим путем. В 1990 году Ма решает собрать всех своих друзей и рассказать им про идею создания своего интернет-магазина, работающего по системе B2B, то есть бизнес-то-бизнес, когда одни предприниматели делают заказы для других предпринимателей. В этом магазине предприниматели из Китая могли бы продавать свои товары бизнесменам из других стран по всему миру. Друзья поддержали его, им удалось собрать 60 тысяч долларов, и в 1999 году они запускают свой первый сайт Alibaba. Новую компанию Джек решает назвать в честь героя из арабской сказки, который, как и его бизнес, должен был открыть дверь к пещере с сокровищами. Ма сразу позиционировал свой проект как международный, а не только для китайского внутреннего рынка. Поэтому еще одним важным фактором стало то, что название Alibaba легко запоминалось и читалось по всему миру, а также выдавалось интернет-справочниками на первой странице из-за названия на букву A, как когда-то сделал Джофф Безос со своей компанией Amazon. В начале 1999 года количество интернет-пользователей в Китае насчитывало 2 миллиона человек, а уже к концу того же года этот показатель достиг 9 миллионов. Еще через полгода количество китайских пользователей в интернете насчитывало 17 миллионов человек. Alibaba вышла на рынок интернет-коммерции как раз вовремя, но говорят, что компания стала успешной не только благодаря нарастающей популярности интернета. Некоторые исследователи утверждают, что в Китайской Народной Республике невозможно запустить компанию, связанную с онлайн-коммерцией, без вмешательства государства. И то, что ранее Джек Ма возглавлял соответствующий департамент в министерстве, косвенно это доказывает. Но, как бы то ни было, на том этапе китайский проект наконец-то смог привлечь внимание иностранных инвесторов. Компания Goldman Sachs вложила в Alibaba 5 миллионов долларов, а в 2000 году в компанию также вложился Софтбанк. Джек познакомился с основателем Софтбанк, Масайоси Соном, в 1999 году и сразу увидел в нем родственную душу. Изначально Масайоси предложил Ма проинвестировать в его компанию 40 миллионов долларов в обмен на 40% акций компании. Но, несмотря на то, что предложение было очень щедро, Джек не хотел отдавать такой большой процент акций. Он сказал, что вместо этого хочет 20 миллионов долларов в обмен на 30% акций, и в итоге Масайосе пришлось принять это предложение. Многие тогда почитали его решение проинвестировать в Alibaba абсолютно бездумным поступком. Однако, в итоге, его 20 миллионов долларов спустя 14 лет превратились уже в 50 миллиардов долларов. В итоге, благодаря Goldman Sachs и Софтбанк, компанию удалось привлечь целых 25 миллионов долларов, что позволило ей нанять сотрудников и начать развиваться. Программисты в Китае стоили дешевле, чем в Америке, однако их уровень был также намного ниже. По словам самого Ма, из 18 человек компании только трое разбирались в технологии программирования. Остальные же вообще ничего в этом не понимали и даже немного их боялись. Ма лично тестировал все новые разработки и отвергал из них те, в которых не смог разобраться, так как полагал, что другие пользователи не справятся с ними и подавно. Спустя какое-то время количество пользователей на сайте Alibaba насчитывало уже полмиллиона человек. А в 2000 году Джек попадает в журнал Forbes, став первым из китайских предпринимателей, добившимся такого успеха. Однако дела шли не так хорошо, как могло показаться со стороны. После того, как пузырь даткомов лопнул, инвесторы стали обращать больше внимания на прибыльность компании, а не на ее скорость роста, как это было раньше. Выручка Alibaba в то время не достигала даже миллиона долларов. Расходы росли намного быстрее, чем доходы, и Джеку нужно было срочно переработать свой подход, чтобы оставаться на плаву. Джек понял, что большинство торговцев на его сайте готовы заплатить, лишь бы оказаться на вершине поисковой выдачи на его сайте. Добавив такую функцию, компании наконец-то удалось выйти на дополнительную прибыль. Также компания Alibaba начала устраивать роуд-шоу, деловые туры по Китаю, в которые отправлялись предпринимателя, чтобы провести переговоры с местными производителями. По словам Джекама, в 2002 году у компании оставалось денег максимум на 18 месяцев существования. Тогда предприниматель решил снова попробовать выйти на рынок США. Прошлая его попытка увернулась провалом и потерей средств. Однако в этот раз ему удалось соединить продавцов из Китая и клиентов из Штатов. Мы закончили год с чистой прибылью в 1 доллар. Этот результат может показаться смешным, но после долгой убыточной истории компания наконец-то вышла на самоокупаемость. И тут же у Alibaba появляется новый соперник. В 2003 году компания eBay решает расширить свою сферу влияния и за 150 миллионов долларов покупает одну из ведущих компаний в Китае в области электронной коммерции – Ичнет. Таким образом, американский сайт занял 85% рынка C2C и занял лидирующую позицию в Китае. В том же году Джек запустил свою новую платформу – Taobao и публично объявил войну eBay. Компания также стала работать по системе C2C, то есть пользователи покупали товары у других пользователей, а не так, как это было на Alibaba, когда бизнес покупал у бизнеса. Конкуренция с американским гигантом казалась немыслимой задачей. Однако Джек сделал ставку на том, что немного лучше знал рынок Китая, и эта ставка по итогу сработала. В Taobao не стали копировать сайт у своего главного конкурента, а создали новую страницу, предназначенную для аудитории конкретной страны. Также, в отличие от eBay, компания отказалась от комиссии, взимаемой с продавцов и покупателей, и решила зарабатывать на продаже рекламных мест и дополнительных сервисов, использовав, по сути, те же инструменты, что и на Alibaba. В итоге это привлекло на сайт огромную аудиторию. Но самым серьезным ударом по eBay стало внедрение системы платежей Alipay, которая удерживала деньги у себя на стороне, пока товар не доедет покупателям. Тем самым доверие к этой площадке поднялось. В итоге, к 2007 году Taobao занимал 67% рынка, а eBay потерпел поражение. Показательно, что глава eBay в 2005 году в самый разгар их борьбы пригласила Джека на встречу для того, чтобы договориться о партнерстве. Но Джек просто отказался. Уже тогда он понимал, что дело принимает для него выгодный оборот. К тому же, к тому моменту уже была готова сделка с Yahoo. Джерри Янг выкупил у Alibaba 43% их акций за 1 миллиард долларов, при этом прибавил еще и долю в компании Yahoo. В 2005 году сделка с Alibaba казалась рискованным и дорогим мероприятием. Но именно она и стала самым выгодным приобретением в истории Кремниевой долины. По нынешним ценам 40% акций компании стоят не менее 80 миллиардов долларов. А тогда Джерри Янг, генеральный директор и сооснователь компании, выкупил их всего за 1 миллиард. Пишет об этом событии обозреватель Forbes Брайан Соломан. А вот для Alibaba эта сделка в будущем окажется не совсем удачным решением. Но тогда Джек Май еще не знал, чем эта сделка может обернуться для него, и просто воспользовался возможностью для развития своей компании. В итоге Таобао приобрела немыслимую популярность. Через какое-то время там можно было купить не только товары, но и заказать услуги или найти подработку. Примерно так же, как на нашем местном Авито. А в 2008 был запущен Tmall, онлайн-магазин, работающий по системе B2C, то есть бизнес для клиентов. Что-то вроде гигантского торгового центра в интернете, который на сегодняшний день насчитывает у себя уже более 70 тысяч брендов и обслуживает более 180 миллионов покупателей. Казалось, все идет хорошо, но в 2009 году в Yahoo меняется генеральный директор, что напрямую влияет на взаимоотношения Yahoo и Alibaba. На место лояльного Джерри Янга пришла Кэрол Бартс, которая почти сразу ухудшила взаимоотношения с Джеком Ма. Ей не нравился разваливающийся Yahoo China, и она попросила китайского предпринимателя убрать из названия имя американского конгломерата. Тогда Джек решил вывести представителей американской компании из числа акционеров. Без предварительного согласия с советом он вывел Alipay из группы Alibaba, чем вызвал недовольство Yahoo и Софтбанк, а также волну критики от прессы, обвинявшей Ма в манипулировании иностранным капиталом. Но Джек продолжил продавливать свои интересы, урезая полномочия иностранных компаний. В итоге в 2011 году Бартс была уволена, а в совет директоров вошел Дэниел Лэб, начавший корпоративную борьбу против других членов совета. В процессе он нанял нового генерального директора Скотта Томпсона, а тот взял и неожиданно согласился на то, чтобы Джек выкупил свою долю в 20% назад за 7,1 миллиардов долларов. Забавно то, что бывший гендиректор и основатель Yahoo Джерри Янг сохранил место в совете директоров Alibaba, и если верить некоторым источникам, давал там вполне дельные советы о том, как расправиться со своей бывшей компанией. Однако новый менеджмент Yahoo отлично справился с этой задачей сам, и в итоге фактически уничтожил американский конгломерат, а ее единственным ценным активом стали те самые акции Alibaba. Но Yahoo была не единственным врагом Джек Ума. Против его компаний также обернулись такие гиганты, как Tencent, Wanda Group и Baidu. Однако сам Джек всегда позитивно отзывался о своих конкурентах. Так он назвал компанию Tencent более продвинутой, чем Alibaba, и похвалил их за разработку WeChat. Помимо Tmall, Alibaba также запустила еще несколько проектов. К примеру, в 2009 была основана компания Alibaba Cloud, которая стала заниматься предоставлением вычислительных мощностей не только для себя, но и для сторонних компаний. А в 2010 был запущен тот самый Алиэкспресс, который, я думаю, ни для кого в представлении не нуждается. И он стал продавать товары по всему миру по модели B2C. На 31 марта 2011 года количество зарегистрированных пользователей сайтов в системе Alibaba Group превысило 65 миллионов из 240 стран и регионов. Компания захватила весь рынок электронной коммерции и начала готовиться к выходу на IPO. В 2013-м Джек Мадал резонансное интервью, в котором заявил, что поддерживает правительство Китая, в том числе и в части ограничения использования интернета. Раньше он не вмешивался в политику, поэтому на тот момент часть пользователей сочли это как страх за свою собственную компанию, за давление на нее и то, что он решил таким образом подстроиться. А уже в следующем году наконец прошло IPO Alibaba Group, в результате которого компания привлекла на бирже 21,8 миллиарда долларов при оценке в 241 миллиард. Сама, владеющая около 9% акций компании, заработала 867 миллионов долларов. Это событие было признано крупнейшим мировой историей IPO, а Джек стал мультимиллиардером и самым богатым человеком Азии. Alibaba Group стал расширяться и на другие сферы, причем особо даже не важно какие, здравоохранение, спорт, туризм и... И в итоге превратилось в огромный конгломерат, который оказывает влияние не только на свою страну, но в том числе и на другие страны. В год выхода на IPO Джек также преобразовал свою платежную систему Alipay в отдельную компанию Unfinancial. В будущем по количеству обрабатываемых операций эта компания превзойдет таких гигантов, как Visa и MasterCard. По планам МА в октябре 2020 года Unfinancial должна была выйти на собственное IPO, однако перед этим Джек произнес речь, в которой раскритиковал китайское правительство, и это изменило всю его судьбу. В 2019-м стало известно, что Джек Ма покидает пост CEO компании Alibaba, и многие считают, что его уход был осуществлен под давлением китайских властей. Напряженность между двумя сторонами нарастала годами, однако после выступления Джека она переросла в настоящее противостояние. В 2020 году миллиардер публично раскритиковал власти Китая за проблемы в банковской сфере и финансовый контроль, который мешает развиваться китайским финтех-компаниям, в частности Ant Group. На саммите в Шанхае он заявил, что постоянный контроль может задушить инновации в Китае. Вскоре после этого выступления в ноябре сорвалось то самое IPO, которое могло стать крупнейшим в истории. Компания Ма, которая владеет Alipay, могла бы привлечь на нем по некоторым оценкам более 300 миллиардов долларов. Председатель КНР Си Цзиньпинь воспринял такие высказывания Ма, как попытка улучшить свою личную репутацию и поставить под сомнение действия контролирующих органов Китая. В декабре 2020 года Управление по контролю за рынком Китая инициировало антимонопольное расследование в отношении Alibaba Group. Крупнейшую технологическую компанию страны подозревали в принуждении партнеров к отказу от сотрудничества с конкурентами. В итоге Alibaba Group оштрафовали на 2,8 миллиарда долларов. Кроме того, по указанию властей, конгломерат должен был провести реструктуризацию в компании и создать отдельную холдинговую компанию, которая будет частично принадлежать партнерам из правительства, а также обмениваться данными с китайским правительством и другими китайскими партнерами. Все это может показаться несправедливым, однако стоит признать, что в какой-то момент Alibaba действительно начала действовать как монополия. Например, заставляла продавцов заключать сделки, по которым они не могли продавать на других платформах. Так что основания для таких действий у властей были. Однако почему до 2020 года они спускали это с рук и только после этого начали действовать? Некоторые считают, что правительство просто испугалось, насколько большой властью стал обладать Джек Ма и решило сдвинуть его с пьедестала. Другие же считают, что таким образом китайское правительство просто захотело установить контроль над компанией, как бывало уже и с другими китайскими бизнесами. Все это привело к тому, что компания Alibaba за год потеряла 344 миллиарда долларов, а Ма был вынужден покинуть пост СИО и уйти из своего университета Хупан. Джек, который в свое время с 10 попыток так и не смог поступить в Гарвард, создал свой собственный университет, который обучал предпринимателей по аналогии с известным учебным заведением. Хупан быстро стал одной из самых известных и престижных бизнес-школ Китая, однако в 2021 году также был вынужден закрыться под влиянием властей. После этих событий Джек Ма, который ранее регулярно выступал на публике, стал редко выходить в свет. В 2022 году было объявлено, что по настоянию правительства ему пришлось полностью отказаться от контроля за компанией Ant Group. В том же году предприниматель переехал в Японию, в чем ему помогли связи с тем самым основателем софтбанка Масайоси Соном. По данным Bloomberg, председатель КНР Син Цзиньпинь считает, что из-за того, что Джек Ма переехал, это может быть воспринято как недоверие к китайским властям от частных предпринимателей, а также к недоверию от глобальных инвесторов. В марте 2023 года сообщалось о том, что Джек получил приглашение от представителей правительства вернуться обратно в Китай. Однако бизнесмен отверг его, ссылаясь на то, что в данный момент сосредоточен на исследованиях сельскохозяйственных технологий. Он призвал руководителя Alibaba и Ant Group не зацикливаться на том, чтобы попытаться вернуть его на родину. В том же году Bloomberg выпустил новость о том, что Джек Ма будет преподавать в Японском университете как приглашенный спикер. Многие посчитали, что предприниматель решил окончательно уйти из бизнеса и вернуться к своей изначальной карьере преподавателя. Похоже, что его карьера как бизнесмена подошла к концу, сказал Ошхади Кумара Сири, аналитик Lightstream Research. В 2024 Джек решил прервать свое двухлетнее молчание и выступить на публике, чтобы поддержать дух Alibaba Group, переживший не самую простую реструктуризацию. Сейчас компания борется с возросшей конкуренцией от других китайских компаний, таких как JD.com. При этом потребительские расходы жителей Китая все еще ниже, чем ожидают компании. Alibaba Group проходит этап перестройки после сильных изменений в корпоративной структуре и остается сделать больший акцент не на прямых продажах, как раньше, а на сторонних продавцах, которые будут реализовывать свою продукцию через сервисы Alibaba. Кроме того, делается упор на бизнес в сфере облачных вычислений, успех которого во многом будет определять последующие результаты. Что можно сказать про самого Джека Ма? Ну, сейчас его голос звучит чуть более оптимистично, чем раньше, что уже дает некоторую надежду на счастливый финал этой истории. В отличие от многих миллиардеров, Джек Ма практически лишен пафоса и эгоцентризма. Также, несмотря на его огромнейшее состояние в 33 миллиарда долларов, несмотря на то, что он самый богатый житель Азии, он практически не делает дорогих покупок и остается скромным человеком. Тем не менее, некоторые до сих пор посмеиваются на дма и удивляются, как человек, который совершенно не разбирается в программировании и даже не знает, как работает код, смог создать международного IT-гиганта. Но секрет Джека Прост, он никогда не отступает с выбранного курса и всегда делает акцент на своей сильной стороне умений понимать своих клиентов. К каждому нововведению он подходит, как обычный пользователь, а потому знает, примут ли это люди или же нужно что-то изменить. По мнению Джека, компания в первую очередь должна ориентироваться не на деньги, а на свою миссию. Ма считает, что есть два типа предпринимателей. Одни хотят быстрые деньги, а вторые хотят сделать свою компанию известной. И последние становятся, как правило, сильно успешнее и получают возможность влиять на мир. Напишите в комментариях истории, каких компаний вас вдохновляют. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм по ссылке в описании, а последнее видео можно посмотреть здесь. Пока!